Спасибо. Я передаю слово известному православному миссионеру и писателю, праперею Олегу Тиняеву. В священном писании сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. И то, что вы собрались здесь во множестве на этом месте, это свидетельствует о том, что стремление проявить попечение о детях, присущем вашим сердцам. Ювенальная юстиция – это вызов Божьим заповедям. Это вызов Божьей заповеди из десятисловия Моисея, где сказано, почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. Эта Божья заповедь, она единственная заповедь с обетованием, где за исполнение ее человеку обещается счастливая и долгая жизнь на земле и благословение на небесах. В книге Откровения Анна Богослова рассказывается о том, как зверь выходил из моря, и у него было десять рогов. И как святые отцы поясняют, что море – это мир политики, мир политических страстей, и зверь, который выходит с десятью рогами – это зло Антихриста, а десять рогов – это желание бодаться против каждой заповеди Бога. И вот ювенальная юстиция – это есть рог на теме Антихриста, который выступает против заповеди «Почитай отца и мать». Создается культ Павликов Морозовых, тот самый стыдный культ, который в свое время в России пытались насаждать и хотели поставить даже на Красной площади трехметрового каменного истукана Павлика Морозова как символа отречения от родителей ради интересов тех или иных политических спекуляций. В советское время понятию семьи противопоставляли понятие коллектив. В наше время понятию семьи пытаются противопоставить представление о правах, об обязанностях, так как это понимают и учат на Западе. Но у нас есть свое представление о домостроительстве, о домостроительстве дома, на работе, в церкви, в обществе, в стране, в которой мы с вами живем. И самое последнее, на что мне хочется обратить внимание – личность не существует сама по себе, она не существует в вакууме. Есть пять естественных началов жизни, созданные Богом. Бог создал человека, Бог сказал плохо быть человеку одному, появилась и семья, Господь разделил языки, возникли разные национальности. Сказано «Бога бойся, царя чти», человек знает, в какой стране он живет, и перед которым он должен выполнять свои гражданские обязанности. И сказано «Создам церковь мою, и врата да не одолеют ее». Вот пять естественных началов жизни. Это семья, это нация, это государство, это церковь, и это сама личность, которая никогда не существует, как был в неком вакууме. Дьявол, который борется с естественными началами жизни, он применяет по отношению к ним принцип плюрализма. Что такое плюрализм в жизни церкви? Ереси, расколы. Что такое плюрализм в жизни государства? В Евангелии сказано «Если царство разделится само в себе, оно не устоит, это гражданская война». Что такое плюрализм в жизни национальной? Это геноцид не только против малых, но и против больших народов. А плюрализм в жизни семьи – это разврат и это ювенальная юстиция. А плюрализм в жизни личности – это шизофрения. «Если мы хотим иметь цельного человека, мы должны осознать, что есть границы ответственности, очерченные рукой Бога. Это семья, это твой народ, это твоя страна, это твоя церковь. И если кто-то попытается нарушить эти естественные границы ответственности, очерченные рукой Бога, то такового надо воспринимать как некого диверсанта, который замахнулся на цельность, целокупность человеческого бытия. Слава Богу, то, что вы откликнулись, и то, что в других городах люди говорят об этой проблеме. В Писании было предсказано, и восстанут дети на родителей. Оказывается, не сами по себе. Оказывается, не просто от своего личного самопроизволения. Кто-то будет натравливать детей на родителей, кто-то будет науськивать детей на отцов, на матерей, писать доносы, вести себя как новые Павлики Морозовы, попирать Божью заповедь, почитая отца и мать, и будешь в долголетие на земле. Пусть закон Божий, вечный диколог, в десятисловии Моисея торжествует, и ни одна заповедь, ни одна заповедь не должна быть подвержена нападению, оскорблению, ибо закон свят. И хотя мы плотяны, и нам трудно противостоять силам зла, но наше единство в верности заповеди Творца – это и есть наша брань против зверя, который вылазит из бушующего моря политики с десятью рогами, чтобы бодаться против закона Божия. И мы знаем, Господь придет в этот мир, и дыханием уст своих он сокрушит власть Антихриста, и закон Божий восторжествует. А ныне пусть он торжествует в наших сердцах. И наша надежда проявляется в стремлении, которое мы здесь показываем тем, что мы стоим здесь со святыми иконами, люди разных убеждений, разных национальностей, разных религий, но с одной заботой о семье, о своем собственном доме. Руки прочь от наших семей, руки прочь от наших домов, руки прочь от традиций домостроя, руки прочь от счастья, благополучия наших домашних. Ибо для нас, православных, семья – это не просто некая социальная ячейка, это, как учит святой апостол Павел, домашняя церковь. И именно о ней в том числе Христос и сказал, создам церковь мою, и врата да не одолеют ее. Спасибо от Христос. Спасибо.